Просто я еще до этого увидел, как он дымил с горы-то вообще-то. Милицементный завод, да? А вот мне смс-ли пришло, да? Интересно. Это якуты, и венки, и русские. Кадастрами и все. Этноним. А перевели вы все правильно. Так и есть. У меня на якуте так же называется. А вот это озеро знаете, как называется? Вот это маленькое. У-Олба. Олба. Олба. Знаете, как переводится? Нет, у нас Олба. Олба. Озеро пересыхающее. Пересыхающее, вечно вечно. Вот тут как с обе хорошо. Замечательно. Ну что, дайте вам еще минутку в телефонах посидеть. Работает процесс. Нет. Ну, Ринатова не успокоит, потому что он лично знаком. И он меня все не пугался. Типа сейчас. Так, слушать мало? Надо восстанавливаться. Да. Надо восстанавливаться. Да. А у нас в Якутске на вечной мерзлоте в 708 году я сейчас посмотрел. Сушь, оказывается. Из-за кафедральных собор каменных. А на чём? Хочет, хочет. На своях? На вечной мерзлоте. Нет? На ленте. На ленте. На вечной мерзлоте? Да. У нас на ленте старые дома все. До сих пор стоит. Это удивительно. Но так как здесь круто не починит видимо. Возможно, у вас линзы больше. И у нас не линза, а именно не вода. Это смёрзшаяся грязь. А, шланг. Да. Это не чистый лёд. Вот это, возможно, и влияет. Она, наоборот, очень крепкая. Который назывался Горстрой. И что интересно, ведь вот это место, которое выбрано было под строительство Норильска, тем самым Витольдом Непокайчицким, оно далеко не самое лучшее. Просто невозможно было построить там город, где хотелось. Лучшее место было это там, где сейчас Надеждинский металлургический завод. Великолепный выход Габрадиобаза. Ровная поверхность. Плато Надежда. Если бы там был построен город, он стоял бы монолитно и совершенно вот просто вечно. Очень хорошее основание. Но, вы же помните, в чём проблема? Проблема дорог. Слишком далеко. 10 километров отсюда. А вот это, 3,5 километра, что мы с вами проехали, это, так сказать, компромисс. Вот это место не самое лучшее. Здесь есть скальные выходы, а есть и проблемные болотистые места. Именно поэтому город сегодня щербатый. Многие дома попадали, но это мы чуть-чуть потом с вами, когда будем говорить о свайном фундировании. Про это будем говорить. Визитной карточкой нашего города является площадь Октябрьская. Вот она перед вами. Архитектурный шедевр. Авторы Непокачийский и Миненко. Бесспорные, скажем так, авторы. Поскольку ещё в 46-м году на стадии проекта эта площадь получила первое место на конкурсе архитектурных проектов РСБСР. А после строительства в 48-м году она получила второе место на конкурсе архитектурных проектов. При том, что первое тогда решено было не присуждать. Было два вторых. То есть это площадь победительница сразу. И сразу он заявил о себе именно вот этим. Поскольку учили его в Ленинграде, понятно, классическому барокко, то и здесь на Риске Непокачийский решил сделать именно такую барочную схему. Ну, не Эрмитаж, но мы гордимся. А вот что это за дома? Как они строились? И почему всё именно так? Это мы с вами поговорим буквально через минуту, когда остановимся. Сейчас я хочу вам вот что сказать. Смотрите, мы с вами должны будем выйти вот на этой площади и пешком прогуляться 200 метров до следующей. Потому что возле каждого дома выходить – это неправильно. А во дворы заезжать наш автобус практически не может, потому что он для Норильска гигантский. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, оденьтесь потеплее, и мы с вами минут 20, а может быть и 30, если повезёт, проведём среди вот этих вот архитектурных шедевров. А вот на той площади рядышком автобус нас будет ждать, где мы в него сядем и с чувством полувыполненного долга поедем на ЖД воксал.